Всем привет! Вы смотрите LoftBlock и это 18-го курса SEO простым языком. Меня зовут Рафик Фрешат и сегодня мы поговорим о каких основных факторах нужно сделать акцент в 2019 году, чтобы быть лучше конкурентов в поиске. Поговорим о трендах в SEO. С каждым годом поисковая система становится все умнее и соответственно сайты продвигать сложнее. Но я оптимист и вижу в этом только плюсы. Во-первых, как показывает практика, многие SEO специалисты ищут легкие пути продвижения и не сразу реагируют на изменения алгоритмов. Поэтому с большой долей вероятности, применив описанные ниже тренды, мы легко займем свое место в выдаче. Во-вторых, чем сложнее, тем интереснее проект. Начну я с трендов, которые мы ожидали еще в 2017-2018 годах, но часть продвигаемых сайтов по каким-то причинам их не используют. Хотя они очень важны для эффективного продвижения в поиске. Итак, начнем. Адаптивность под мобильные устройства. Количество посетителей, переходящих на сайт с мобильных устройств, продолжает расти ежедневно и давно перевалилось за 50%. Поэтому очень важно, чтобы ваш сайт или сайт вашего клиента был адаптирован для мобильных устройств. Яндекс говорил об этом еще в начале 2016 года, а Google еще раньше, когда появился алгоритм Mobile Friendly. HTTPS. Это тоже старый тренд, но по-прежнему часть продвигаемых сайтов его игнорируют. Хотя обе поисковые системы ясно дали понять, что переход на HTTPS является фактором ранжирования. Если кто-то из зрителей не знает, HTTPS – это протокол передачи данных, который делает ваш сайт безопасным для пользователей. Веб-аналитика. В связи с запуском индекса качества сайтов X в Яндексе нам нужно сосредоточиться на веб-аналитике, так как X принимает во внимание степень удовлетворенности пользователей. Чтобы улучшить ее, нужно использовать внутренние инструменты Яндекс.Метрики и Google Analytics. Это веб-визор, карта кликов, поведение в Google Analytics и т.д. Голосовой поиск. В настоящее время пользователи часто используют голосовой поиск, поэтому важно оптимизировать сайт под эту технологию. Это несложно и материала по этой теме в сети достаточно. В основном весь материал состоит из технической оптимизации под мобильные устройства, так как запросы совершаются через смартфоны. И оптимизацию отдельных страниц под эту технологию. Быстрая загрузка страниц. Эта тема тоже давно обсуждалась, но в Google в последнее время влияние скорости загрузки страниц очень сильно выросло. Поэтому, если вы хотите быть в топе в Google, позаботьтесь о том, чтобы страницы вашего сайта максимально быстро были доступны посетителю. Использование различных каналов. Еще это называют многоканальное или мультиканальное SEO. Суть метода состоит в том, чтобы использовать совершенно разные каналы для продвижения проекта. Например, вы можете оптимизировать видеоролики на YouTube, группы ВКонтакте и любые другие площадки для привлечения целевой аудитории. Еще пример. Видеоролики, которые я записываю для вас и лайки, которые вы ставите, благоприятно отражаются на позициях моего сайта лежебоков.ком в Google. Поэтому призываю вас поставить этому видео лайк. Экспертный контент. Если вы хорошо разбираетесь в своей сфере, вам будет несложно создавать статьи, видеоролики, публикации и размещать их либо на своем сайте, либо на сайтах ваших партнеров. Если вы размещаете экспертный контент на своем сайте, пользователи подолгу читают его, и вы получаете профит в плане поведенческих факторов. А если размещаете на площадках партнеров, рано или поздно вас будут искать по брендовым запросам, что тоже положительно скажется на продвижении. Тексты для людей плюс LCE. Наверное, часть зрителей удивится и скажет, ну все тексты для людей. Но на самом деле нет. Тексты для людей – это тексты, написанные естественным языком, понятны пользователю, и предполагают решение потребностей пользователя. То есть решают его проблему. LCE или LCE копирайсинга. Кстати, есть статья на Википедии. Если проще говорить, это методика написания текстов, предполагающая использование тематических слов, синонимов, с целью повышения релевантности страницы. Например, если я пишу о продвижении в поиске, мне с большой долей вероятности нужно также упомянуть ключевые слова, связанные с этой тематикой. Такие как SEO, релевантность, поиск, ну и так далее. И трендом является то, что нужно объединить тексты для людей плюс LCE копирайтинг. А в этом тоже давно идет разговор, но мало кто это делает. Видеоконтент. В последние годы очень сильно увеличился спрос на видеоконтент. Он позволяет улучшить поведенческие факторы и увеличить количество трафика по брендовым запросам. И то, и другое благоприятно скажется на X и в целом на продвижении в поиске. Опять же, нужно очень внимательно отнестись к оптимизации видеороликов на YouTube, чтобы ваши усилия не были напрасны. Пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание. Если вспомните еще какие-то SEO тренды, которые я забыл упомянуть, пишите об этом в комментариях. Если урок понравился, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подпишитесь на канал LoftBlog и добавляйтесь ко мне друзьям. Возможно, я смогу ответить на ряд ваших вопросов. С вами был Рафик Фрешат. Всем пока.